Каничива! Каничива! Привет, друзья! Тима, Маша, а почему это вы говорите на японском? Потому что мы сегодня открываем японские жадости! Ага! К нам приехала посылочка с японскими вкусняшками, которые мы заказали в одной из групп ВКонтакта. Ссылочку на группу мы оставим в описании к видео. Ну что, скорее давайте открывать! Давайте! Открывайте посылочку! Вытаскиваем! Ого! Сколько много вкусняшек всяких разных! Столько коробочек всяких, таких красочных! Роллы! Роллы даже здесь сделать! Ну что, может, давайте мы все коробочки сложим одна на другую, получится такая пирамидка, давайте! Давай! И вот эту, и вот эту, и вот эту! И здесь даже есть вот такие какие-то стикеры! Посмотрите, у нас пирамидка из японских вкусняшек! Ну что, по очереди теперь давайте смотреть! У нас есть вот такие красивые стикеры покемоны! Класс! Вам нравится? Да! Куда будете клеить? На свои блокнотики? Да! Держите! Поделитесь потом! Мне этих стикеров номер пять! Да, хорошо! Я хочу клеить! Так, давайте дальше смотреть! Ага! Здесь вот этот наборчик сделай сам! Это надо какие-то лолипопсы делать! Давайте, наверное, открывать то, что можно сразу скушать, да? Например, вот эти какие-то желейки! Это, скорее всего, как, знаете, хариба, вот эти желейки какие-то такие интересные! Ну, мне так кажется! А может и нет! Написано гуми! Но гуми – это жевать! Значит, это либо жвачки, либо мармеладки жевательные, да? Открываем! И, кстати, здесь нарисован персик, значит, вкус должен быть персиковый! Кто любит персик? Я! Так, открываем! Отпробуем, что же у нас там такое? Что за жевательные конфетки или жвачки? Похоже на конфетки, да? Ну, и что вы скажете? Вам нравится? Вкус персиковый, да? Ну, немножко кисловатый! Я это поставлю пять! Тебе пять? Тебе нравится, Тима? Тебе? Тоже нравится? Да! А я вам скажу, что здесь слишком много лимонной кислоты! Для меня оно кисловатое! Ну что, дети поставили пятерку! Ну что, дальше распаковываем? Да! Дальше мы берем вот эту знаменитую упаковочку с поки! Кто не знает, поки, это такая вкусняшка японская, типа нашей соломки, но на ней еще глазурь! И она бывает разных-разных вкусов! Нам попалась черничка! Не пробовали еще с черничкой? Нет? Тогда давайте пробовать! Так, сейчас вытаскиваем! Смотрите, ой, какая-то палочка улетела поломанная! Смотрите, какие палочки! Класс! Давайте пробовать! Ну что вы скажете? Миллиардов! Не пять! Тебе пять? А тебе миллиарды! Ничего себе! Но она действительно ужасно вкусная! Глазурь нежная, сладенькая! А это желтенькая мне понравилась! Понравилась желтенькая? Угу! И это глазурь! Да, и глазурь вкусная! Так, с поки мы разобрались! С поки это очень вкусная вкусняшка! Держите! Ну что, прожевали поки? Да! Так, давай, Машенька, следующий у нас! Ммм, смотрите, какая интересная упаковочка! На ней нарисована панда! И вот такие вот, как бы, печеньки! Здесь сто процентов какие-то печеньки! Давайте скорее открывать! Видите? Я могу есть! Написано даже двадцать! Наверное, двадцать штук их-то не, не может быть двадцать штук! Ну, сейчас будем... Вот здесь оно открывается! Так! Опачки! Здесь какие-то пандочки еще нарисованы! Видишь, на японце что-то придумают! Видишь? Так, давай смотреть, что же это такое! Коробочки еще пакетик! А, смотрите, что внутри коробки! Что там внутри коробки? И внутри коробки панды! Панды что-то празднуют! Если бы мы знали японские, наверное, мы бы смогли прочитать, что они празднуют какой-то юбилей! Да, наверное, какая-то юбилейная упаковочка! Так, ну что, пакетик мы раскрываем, разрезаем! Давайте посмотрим, дети, посмотрите, что здесь я уже вижу! Посмотрите на это чудо! Держи! Это печенье с глазурью! И посмотрите, на каждой печеньке какой-то пандочка! Здесь пандочка, вот грустный пандочка! Здесь вот он тоже какой-то слезы льет! А ну посмотрите, у каждого какой пандочка? У меня такой, со слезами! Со слезами тоже! А вот улыбающийся пандочка! Короче, это печенье эмоций! Представляете? Смотрите на пандочку, так, каким я сегодня хочу быть! А вот таким, показывающим язык! Покажи! Держи! Смотрите! Ну а на вкус, что вы мне скажете? Какие они на вкус? Ну, как бы мне понравилось шоколадный вкус! Вот это вот внизу, это песочное печенье, такое суховатое-суховатое! А здесь молочный шоколад! Ну, шоколад как шоколад, молочный шоколад вкусненький! Это мне 5 поставили! Ким, а тебе? 3-5! 3-5, значит это 15? Нет, потому что сначала оно отдельное такое невкусное, а потом оно перемешивается и встаешься вкуснее! А, я поняла, почему Тима сначала тройку поставил! Скорее всего, на язык ему первое попалось печенье, оно действительно не сладкое, просто пресное, песочное печенье! А вот мне же даже вкусно попалось! А потому что ты на язык положила шоколадку, и тебе сразу попалось вкусное! Так, и дальше распаковываем! А дальше у нас есть вот такая конфетка Кит-Кат! Будете пробовать? Да! Держи! Кит-Кат японский, отличается от нашего Кит-Ката, который продается здесь у нас? Нет! Не отличается? Такой же самый? Нет! Какой он? Клубничный? Да, клубничный, клубничный шоколад и внутри бафелька! Ну и как, вкусненько? Угу! Вкусненько! А дальше начинается самое интересное! Смотрите, дети, у нас три упаковки, и все три упаковки сделай сам! То есть эти конфеты надо сделать самим из порошка! Представляете? Ну что, с чего начинать будем? Что, с японских ролл и суш? Да! Ну давайте! Так, детки, начинаем мы раскрывать наш наборчик «Сделай сам». Состоит он, посмотрите, из чего он состоит? Просто из пакетиков! Синий! Да, вот такие пакетики! Дети, из чего состоят суши и роллы? Из риса! Поэтому первое, что мы будем делать, это рис. А рис делается вот сюда, будем наливать, смотрите, как водичку, смотрите, оп, набрали! Только надо по две штучки набирать, а то я что-то мало набрала. Ну, вот как-то так, видите? Сейчас вы будете сами тоже набирать. Так, ну, наугад две набрали, да? А теперь мы открываем пакетик, вот такой голубой пакетик, и будем высыпать вот сюда, и сразу мешать, чтобы у нас получился рис. Высыпаем. Так, наш рис готов! Посмотрите, какой он! И отличается он от настоящего риса тем, что он пахнет очень-очень вкусно, сладко, и напоминает жвачку бубльгум. Теперь вот в эту емкость мы насыпаем наш красный порошочек. Давай, Маша, очень-очень аккуратно. Так, сыпем, сыпем, сыпем. Смотрите, он розовый получается. Белый порошок сразу получается в розовый превращается, видите? Всю, весь-весь-весь высыпай. Так, вот так мы должны его разровнять, чтобы оно как бы у нас превратилось в кусочек рыбки. Так, рядышком в емкость мы насыпаем желтый пакетик. И это у нас будет омлет. Вот так, смотрите, какой он желтенький получается, как яичко. Да. Итак, оранжевый пакетик мы высыпаем вот сюда. И аккуратненько перемешиваем. Так, сейчас посмотрим, что это у нас такое получится. Вот такой какой-то соус, да, у нас получается. Это икра! Это будет икра, ты уже догадалась? Да, это похоже будет на икру. Так, вкусненько. А Тима здесь все пробует, да? Так, теперь у нас есть... Корич. Вот этот пакетик, подожди. Теперь мы высыпаем зеленый пакетик. Вот сюда, и посмотрите, какая у нас водичка получается. Получается голубая, правда? Ай, как вкусно! И пробуем. Смотрите, что получается. Ай, класс! Дети, что это у нас получается такое? Кринки. Икринки у нас получаются. Супер! Класс! Вам нравится? Да! У нас получается. Дальше у нас есть вот такая замечательная этикетка, которая оказалась тарелочками. И здесь вот есть вот такой вот, как бы, прямоугольничек, где мы должны раскатать нашу, как я, нори, водоросль, да, для суши. Итак, берем мы наши нори, складываем его колечком, вот таким вот. И сюда, в серединку, мы кладем наш рис. Так, рис, давай сюда. Влазь. Посмотрите, какая красота у нас получается. Видите? Нори с рисом. Так, а теперь мы сделаем наши суши с рыбкой. Берем мы наш вот такой вот рис. И как бы делаем из него вот такой вот, видите, кружочек или цилиндр, я даже не знаю, как это называется. Дальше мы берем нашу рыбку. Ну, вот она такая, посмотрите. И накрываем вот так вот. Класс! На грибок. На грибок похоже? Да. Мне кажется, похоже очень красиво на суши с лососем. Да? Или с форелью. С форелью. Да. Дальше мы берем опять наш рис. Вот так вот. И делаем роллу, знаете, с чем? С омлетом. Посмотрите. Опачки. Ролла с омлетом готова. А теперь самая сложная пирамидка. Берем мы наш рис. Вот так вот чуть-чуть его придавливаем. Дальше мы кладем на него нашу рыбку. Ой, чуть-чуть разломалась. Так, дальше мы на него кладем омлет. Вот так. Ай-яй-яй, падает. Дети, это не так уж и просто. А теперь дальше мы кладем на него. Угадайте, что? Икру. 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 Посмотрите, какую. Класс. А вот сюда мы тоже покладем икру. Настоящая. Да, как настоящая. Посмотрите. Но она желейная. Но она желейная. Но как настоящая. Можно попробовать? Ну, попробуй одну икринку. И я. Ну, и ты. Вот такая красота у нас получилась. Тима, Маша и тадакимасу. Что означает с японского приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Какой вы выбираете? Я вот это. Я вот это. Давайте по очереди пробуйте. Так. Пробуем. Машуля. Машуля. Ну, что ты мне скажешь? Тима, а ты давай дегустируй. Тима, а ты давай дегустируй. Ну, какой она вкус? Нормальная. Нормальная. Это как? Вкусно или нормально невкусно? Вкусно. Вкусно? Угу. Оно сладкое, соленое. Какое? Сладкое сильно. Сильно сладкое? Это очень сладкое. Ммм, дети, мне очень нравится. А вам? Да. Очень классно и вкусно. А остальные наборчики мы снимем в следующем видео. Да? Пока-пока. Пока-пока.